В связи с распространением нового штамма коронавируса омикрон в Казахстане резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Так, четыре области страны вошли в красную зону. Больше информации узнаете в следующем сюжете. Вакцинация населения и соблюдение требований ограничительных мер жителями области имеют свои плоды. Восточный Казахстан сейчас находится в зеленой зоне и на данной позиции стабильно держится уже довольно длительное время. Однако врачи советуют не расслабляться. Нельзя забывать о том, что по всему миру бушует штамм омикрон. Ситуация в стране осложнилась. Сегодня единственной защитой для населения остаётся вакцинация и ревакцинация. Чем большее количество людей получат прививки, тем выше будут наши шансы победить эпидемию, говорят специалисты. По последним данным, в области ревакцинировано 73 877 человек. На территории Восточно-Казахстанской области с начала пандемии зарегистрировано более 50 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Из них почти 40 тысяч случаев с клиническими симптомами и более 10 тысяч случаев бессимптомной формы. Также за последние сутки зарегистрировано 78 новых случаев. По состоянию на 9 января 2022 года 84 248 человек получили первый компонент вакцины Камернати, в том числе 2260 беременных женщин, 6071 кормящая мама, почти 76 тысяч подростков. Вторым компонентом привито 38 623 человека, 766 беременных и 2525 кормящих женщин, более 35 тысяч подростков. У вакцинированных лиц неблагоприятные реакции на вакцину не зарегистрированы. По состоянию на 11 января 2022 года в Казахстане 23 725 человек заражены коронавирусной инфекцией. Среди получающих лечение 3 139 пациентов в стационаре, 20 586 пациентов получают амбулаторное лечение. По состоянию пациентов 188 человек в тяжёлом состоянии, 67 пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии, 47 больных находятся на аппарате искусственного дыхания. Со слов специалистов, новый штамм более заразный по сравнению с другими вариантами вируса, но при этом он вызывает менее тяжёлые симптомы. Самыми распространёнными из них являются головная боль, насморк и боль в горле. Врачи отмечают, что омикрон на ранней стадии заболевания распространяется в три раза быстрее, чем штамм дельта. Напоминаем, что в случае плохого самочувствия следует немедленно обратиться к врачу и получить назначенное лечение. Мы должны заботиться о том, чтобы вирус не распространялся. Карина Мурадова, Саежа, Расказы, Ярсин, Сатебаев, Алтаек, Парад.